И всем привет, дорогие друзья! Вот и наступила вторая часть нашей покатушки на драндулете и BMX. Специально я добавлял в начало видео кадры из самых прекрасных моментов, чтобы вам было более интересно смотреть. Так что запускаем intro и поехали! Я, в принципе, еще не устал. Реально, он легкий. Если бы он был тяжелым, но лучше было бы вообще не брать его. А так он легкий, да, не так сильно устаешь. Попытаемся, что ли, застантить. Поучимся станту. Говно не получается. Ну, веселая, конечно, штучка эта. Так, поиграться. Ну что, пойдем, что ты встал? Где там сельские ребята наши? Андрей, ну не занимайся, сейчас карантин. Сейчас карантин не нужно. Тем более, у них скоттеры, а не питбайки. Ух, боюсь все-таки крутить педали. Ох, да. Седушка тут, конечно, чисто условно. Если я был бы трехлетним ребеночком, мне был бы, или пятеретним ребеночком, мне был бы он по кайфу. А так, конечно же, неудобно. И тупо тошнит со скоростью 10 км в час. Уже с ума можно сойти. Зато потом пересяду на мопедик и почувствую еще больше кайф, чем раньше. Все, вот теперь я чувствую себя уверенно, готов побеждать и рвать все и вся на этом немоверно жестком и мощнейшем аппарате. В сторону, наверное, целых 5 лошадинок сил. А может и 3 даже. Когда мы учиться разгоняемся. Воу! Воу! Молодец! Сзади машка. Андрей, машина сзади! Вау! Вау! Вот это жесть, ребята! Воу! Вау! Воу! 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 У тебя. Видел там? Челика видел? Ладно. Потом. Потом ему скажу. Ну, потом на завте подновишь, он как-то не очень адекватно себя ведет. Он пьяный что-то. Ну да. Ладненько. Я пока разгоню чуть-чуть. Покайфую. Кошечку в пол про... ну ладно, чуть-чуть, чуть-чуть. Не в пол, вот так вот буду ехать, чтобы не насиловать двигатель. Так. Что там у нас за столпотворение? Интересно, дальше проехать или нет. Ладно, объедем слева. Сколько тут собак. Надеюсь, они на меня не заагрятся, а то они любят кидаться на людей. Не, на подвижные... Подвижные механические устройства. Здесь нужно смотреть встречку. Чтобы не... не влететь в нее. Так, ну чё. Ждем Андрюху. Вау, как... прикольное ощущение. Наверное, звук этого двигателя уже всем остатерстел. Поэтому мы уходим налево, в сторону дома. Заходим плавненько в повороте. Так. Вот это опасненько. Встаем на ноги, чтобы меньше... меньше чувствовалась вибрация. Объезжаем всех и вся. Так, нас запускают. Опа. Там, по-моему, все просто кекают с меня. И угорают. Не, на самом деле, на нем можно хорошенько так разгоняться. И наваливать. Я сейчас уже побыстрее стал ездить. И, в принципе, если на ноги вставать, можно многие кочки. Просто глотать. И ехать на... Ехать по ним побыстрее чуть-чуть. Ладно, поехали к Андрею. Посмотрим. Сделаем там... Просто столько внимания привлекает эта штука. Можно покупать чисто ради этого. Потому что все обращают внимание, все обалдевают вот к нее. Сладенько. Андрей, сюда поехал. Андрей, сюда поехал. в отличное место. Очень завораживающе. Проезжаем очень неровно. Кстати говоря, уже с газом. Проезжают неровности. Нормально. Стоя. Стоя. По ним. Главное, не ушибиться. Опа. Во, я уже... Опа. Кто там байкер прогнал? Не. Где, где? 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 На 250, да. Сколько у него? 250 где-то. Кубов? Нормально. Получается у вас, действительно. Не пожалел то, что шлем взял? В смысле? Ну, не жарко? Нет. Ну, мне просто даже в этом шлеме, даже когда на мопеде едешь, жарковат. Только ты не умеешь наслаждаться. Да я как раз таки... Вот просто твоего велосипеда я как раз таки так наслаждаюсь, что вообще. А? Тебе понравилось это? Давай поедем, а то я сейчас устану и останусь здесь на эти классные величины. Ну что, можно помедитировать тут. Познать всю сущность бытия. Ну, давай познавать в процессе езды и бытие. Ну что? Поехали. Поехали. Ну-ка посмотрим расход. Ну, кстати, расход тут большой. Очень большой расход. Тут бак, наверное, литра полтора-два. Даже меньше, я думаю, один литр тут бак. Или даже еще меньше. То есть, наверное, грамм восемьсот. То есть, ноль целых... Я думаю, здесь ноль целых восемь десяток литра. Бак. И он очень быстро расходуется. Мы тут буквально чуть-чуть проехались. Пятьдесят две минуты уже. Уже полбака. Трясет тут не по-детски. На этом мопедике. Зато можно стоя ехать и кочки не чувствовать. Ладно, посмотрим. Так здесь проедет мой товарищ. По пугням всю рыбу. Несчастье. Вот так удобней. Чуть руль выгнул наверх. Глотаем все неровности. О, не занесло бы меня здесь. Так еду обратно. По самому краю. Не, вот здесь вот как были ямы такие неприятные, так и нет и остались. Ооо. Сколько воспоминаний с этой школой связано. Мы здесь когда-то давно очень проехались на питбайках. Я даже тут умудрился постандить. И с тех пор здесь закрывают ворота. Мы просто думали, что за такое здание, непонятно. Заехали, а там выезда не оказалось. Ну, и заодно постантили чуть-чуть. Андрей тогда ездил на этом драндуле, а я на питбайке. Коленочка ударился. Коленкой ударился, говорю. Какой же он опасный. Опасный драндулет. Вот здесь вот уже болтаночка идет. Но я еду стоя, поэтому мне нормально. Ничего не трясет. Хотя, я имею в виду, что я... Через руль не перепрыгиваю. А если бы я посидел, то я бы вообще, наверное, улетел быть на первой ямке. А так более-менее, если еще полусогнутыми ногами ехать, то можно еще быстрее разогнаться. Там не 25, а 30, например. Фу! Вот я вам говорю, эта шайтан машина гораздо лучше, чем BMX. Но тут уже на любителя. Что я сейчас вам скажу, так все точно и вы мне дизлайком понаставите. Это чисто субъективное мнение, я его никому не навязываю. Может быть, я просто любитель мототехники, а не велотехники. Поэтому я так отношусь к этому самоделку. По-хорошему. Ну вот. Отлично. Видите, я же говорю, все оборачиваются. Показал палец вверх чуваку. А он мне показал. Ну что там, меняемся? Ну, нет. Ну вот, уже чуть-чуть провернул. Ну вот, уже чуть-чуть провернул. Фу! Ой, буксует Андрюха. Наверное, по ложе начал гонять. Там ремень весь в воде сейчас стал, потому что минусом ремного привода. Андрей, ну не надо, ты сейчас прожгешь весь ремень, его и так там мало осталось. Андрей! Эй, остановись! Андрей! Раздражает такие ситуации. Так вот, минусом того привода посредством ремня является то, что если он намочен, то всё, он тупо начинает буксовать. Слушайте, мне этот звук очень настораживает. Такое чувство, что там уже ролик абсолютно вот так вот буксует. Печально. Надо догонять его быстрее, сказать ему, сказать ему о том, что так нельзя делать. Догоняем! Андрей, блин! Да ёшкин кот, остановись ты! Остановись! Ты чё идиот? Ты чё идиот? Ты нахрена буксуешь? Ты совсем идиот? Да вот, тут зачем буксуешь? Ты сейчас ремень прожжёшь, он же мокрый. Нахрен ты буксуешь. Что мокрый? Так ремень мокрый. Уверен? Он же буксует. Андрей, ну ты больной что ли? Ты чё не понимаешь башкой своей? Он же мокрый. Ремня больше нету, братан. Я понимаю. Так а зачем ты буксуешь здесь? Я слышу издалека, когда он буксует. Ну а зачем? Я хотел выехать. Так ты хотела, ты зачем буксуешь? Я бы не нужен. Так на ножках выехал бы. Я на ножках нет. Так а буксовать зачем? Так не нужно. Не нужно было вообще положено. Ладно. Ну, Валер, ты красава. Отломал, говорю. Где? Чё сломал? Отломал, говорю. А, это фигня? Валер, она так была, но... Может быть, я отломал. Они там... Левую я. Так нет. Левую я была. Ну, яс. Ну, сорян. Мне объяснить, я спешил тут догонять, спасать самоделку, которую ты нещадно эксплуатируешь. Валер, ты... Валер, ты... Валер, ты... Валер, ты... Валер, ты... Валер, ты просто в доме стоишь. Наверно, да. Зачем буксовать-то, Андрей? Я, как раз, после этого и лучше хотел тебя с нами садить. Так, а раньше я слышал, ты уже оттуда начал буксовать жестко так. Да я прям навалил. Да ты на месте ехал, а он буксовал. Да. Бедная самоделка. Все её пытаются угробить. Но она не сдастся просто так. Это ж советский АЭС, который просто вечен. Во-во-во-во, очень буксует. Я просто уж по привычке, ладно, буду лежать на около холостом ходу. Просто, чтобы чуть-чуть было легче крутить. Хотя крутить тут непросто, я вам скажу. Ну так. Проще, чем на Бемике ехать, но всё равно приходится прикладывать какое-то усилие небольшое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, давай домой, Андрюх. Давай домой, Андрюх. А если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать какой-нибудь крутой комментарий, чтобы попасть в конец видео. До новых встреч, всем пока! А не упасть бы! Тормозок нету практически на этом жестком аппарате. Я просто тормоз зажимаю. Субтитры сделал DimaTorzok